Император Византии, Алексис VI Клабсуризму, приветствую тебя, зритель! Спасибо, что ты пришел посмотреть прохождение на уровне сложности божества Сидмер Сивилизейшн 6 за Византию со всеми последними тут патчами, дополнениями и вот с этим режимом великолепной эпохи, или как она там называется, Великая Эпоха. Фиг знает. Короче, Индонеза-борец остался в прошлых сериях, потому что Индонезии больше нет, и нам надо думать на кого, ну, на кого нападать дальше, конечно, тут вот у нас есть Корея прям рядышком, но проблема в том, что у нее 223 науки, и она как бы на две эпохи меня опережает. Поэтому, наверное, я бы с ней дружил. Для того, чтобы с ней дружить, мне надо сначала ее обратить. Вот тут у нас бегают апостолы Колумбии, я сейчас пытаюсь ее своими, их, своими апостолами, так, в выбранном горе, и Корею тоже попытаюсь обратить свою религию. Так, поехали смотреть, что у нас тут. Тут какой-то кораблик меня продолжает обстреливать. Тут стоим, ждем, когда добавится, тут лечимся. Да, спонсоры канала все видео, всю серию могут посмотреть прямо... Не серию, а... Все серии могут посмотреть прямо сейчас в укладке сообщества. А если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начать смотреть с первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Давайте туда, ребята, и смотрите. Давайте, наверное, тут рис обработать. Не, блин. Я же могу это отремонтировать, я не потрачу заряд, а потом вернусь, рис обработаю. Поплыли скаутом, наверное, найдем что там. Тут достроим мастерскую. Просто тут сейчас следующий будет драмон, мне уже драмон не нужен. Пока. Пиу. Блин, не умер. Да, ё-моё. Не, я тут, наверное... Или, нет, наверное, выдох все-таки в этот... В кампус, чтобы он сюда не встал и не помешал его делать. Рабочий. Давайте отремонтируем бананчики. Тут убегаем от этого мечника. Так, что мы открыли вообще тут только что? Дипломатическую службу, но Минсоюз не с кем заключать. Трех великих людей. Ну, пророка я получил. А получал ли я еще вообще великих людей? Похоже, что нет. Максимум я, наверное, могу только если торговца, да? Ну, давайте все равно потихоньку... А, блин, все равно мы через гуманизм. Ну, давайте через гуманизм в просвещение. Очень я сомневаюсь, что я могу художника получить. 120 очков, 41. У меня тут 2. Даже если я буду проекты читать? Очень вряд ли. Сейчас я бы сказал, что скорее нет. Может, мне укрепить религию? Как у нас тут в Антиохе обстоят дела? Вполне скоро могу... Вот я сейчас, как бы, у меня 2 чуда. То есть я... Вот укрепить... Да, все-таки укрепить. Давайте я возьму здесь апостола. За 205. У меня так вход плюс 86. А я еще за убийство юнитов получаю веру. Не, с верой у меня все зашибись. У меня проблема с наукой. О, видите, он пытался сейчас. Корея мне тут требования выдвигает. Ну, мне кажется, если Корея мне объявит войну, я смогу постоять. Кого он захватил? Не понял, кого где захватили. Да ладно. Ну... Вообще не страшно. 15 веры. Вот у меня, интересно, вопрос, убьет ли ваншотом. Я думаю, что убьет. Поэтому я тут сейчас верование проповедую. Так, вопрос пагода, мечеть или храма... Наверное, все-таки мечеть. Блин, мне надо было позже немного укреплять веру, религию. Да, это я не прав. Так, тут мы стоим в защите. Ну, в смысле, чуть позже. Следующим ходом надо было укреплять. С утройной силой. Блин, а что он такой сильный? За уровень сложности плюс 4, плюс 3, он разведданных. У него повышение на плюс 20. Блин, у меня вообще сдох. Вот это я зря сделал. И он сейчас этого мне еще мочканет. Охренеть, у него плюс 20 повышение. Плюс 20 просто. Мне кажется, надо объявлять войну в Колумбии. Потому что это что-то... Это что-то нездоровое тут происходит. А что вы перестали меня обстреливать? Идите, обстреливайте, ребят. Стою, ничего не делаю. Могли бы уже и пообстреливать, честно говоря. Так, тут еще ничего интересного. Можно возвращаться. Так, поплывем. Америка красного цвета почему-то. Ну, Маджи Пахит растет. Постройте оружейную. Тут мы, пожалуй, на три хода это отложим. Давайте сначала книгопечатание. Мы снизим уровень дипломатической видимости. Потому что вот это у Колумбии как раз. Видите, у нее плюс 3 от разведданных о передвижении противника. У нее дипломатическая видимость повышена. Я думаю, что это именно из-за того, что Колумбия книгопечатание открыла. Колумбия вот тут находится. Ну, это нормально. Не, ну тут я, конечно, немножко с этими апостолами тупанул, я бы сказал. Ну, вот в Сеул. Сейчас пораспространяем религию. Блин, тут сука территории. И никто не заселяет. Так, что у нас? С Великим Блин. Я бы этого Великого Торговца, конечно, хотел бы получить. Мечеть можно купить за веру. 160. То есть следующим ходом. Давайте пока инвестиции в Центр Коммерции. Шпиона не хочу строить. В Бадунге универ построен. Больше священное место построено. Давайте тут шпиона тогда. Я думаю, что апостол этого завалит тоже сейчас. Блин, реально очень много очков эпохи. Ну, с другой стороны, конечно, это на лояльность будет влиять. Типа я буду давить на другие. Вот мне сейчас интересно. Сейчас начнется новая эпохи. Блин, еще минус к православию. Ну, у меня тут его и так сильно, этого православия. Блин, Одесса перестала быть православной. Нифига себе. Короче, надо Колумбии войну объявлять и мочить вот этого апостола, например. Отлично. А если в темный век, это у них сейчас городов поотваливалось. Ну как, по одному, наверное. И очень вовремя драмон я построил. По одному городу у них у всех отвалилось. Вот, Конжо отвалилось, например. Давайте мы попробуем его захватить. Блин, только жалко, что он не в моей религии. Ну, мы его попробуем захватить. У Франции вот город отвалился. Ну, а других я просто не вижу. Так. Священная война. Осудить етирика. Етирика, блин. Еритика. Ну, а фигу ли мы тут своими апостолами? Ну, я, конечно, ступил. Но и его апостолов я тут видеть не хочу. Так. Кстати, я здесь могу еще один район бахнуть. Я бы здесь, кстати, даже кампус скорее делал. Но, так, что у нас с карточками? Да. Все, закончилась карточка на монументализм. Давайте, что есть. Все единицы получают плюс 50% опыта и плюс 15% к производству. Ну, это к оружию. Каждый житель производит в своем городе 0,5 единицы лояльности. По его завершению вы получаете, ну, такое. Ваших торговцев невозможно ограбить. Международные торговые пути плюс 3. Ну, у меня вообще кампусов нет. Город получает плюс одну культуру за каждый специализированный район. Плюс 20% производства при строительстве не специализированных районов. В смысле не специализированных районов. Это имеется в виду развлекательный комплекс и аквапарк. Можно за веру покупать? Вот это интересно. Вот это я бы попробовал. Ну-ка. Например, в Маджа Пахите. А, тут не хватает жителей. И тут... А, вот. Арена. Да, смотрите, арену могу за веру купить. Это карточка для Византии, несомненно. Так, он же уже стал православным. Отлично. То есть я буду плюс 10 тут иметь. Но 68 силы, как мне кажется, как я уже говорил, это не для Тагмы. Так, а где тут еще было два арбалетчика? Ага, это литье. А тут я оружейную достраиваю два хода. Угу. Грамон закончил. Так, пока мастерскую, тут надо еще подумать, какой район будем строить. Не, ну тут ваншот будет. Поэтому убегаем. Опять он со своими... Она со своими... Обращайте, не обращайте. Нет. Говорит, будет лучше, если я обращу ваши города. Так, ну нам, значит, еще надо апостолов. Ну, против миссионеров они сработают, потому что миссионеры не могут... А, блин, мне не хватает веры. Миссионеры не могут нападать. Ну, серьезно, вот в Франции больше не хрен делать, как обращать меня. И это, кстати, еще причина, почему я не люблю против компьютера играть через веру. Он просто отмор... Они там все просто отморожены напрочь. Он кучу... Они кучу веры тратит на вот этих миссионеров всяких. Как будто больше не на что. Можем еще... Не, пять ходов торговец как-то долго. Трапезунди 4, а в Теноте 2. О, да, здесь сначала торговца, потом рынок доделаем. Так, здесь что? Здесь кампус начинаем. Так, здесь рынок. Все упали в хреновый темный век. И все равно... Конжу, как бы... Я там... Я перебрал очков великой этой эпохи. Я вот уверен, что следующий у меня будет точно темный. Я уже тут не представляю. То есть я захватывал Индонезию, но теперь мне надо набрать... 33, 55 очков. Вообще не представляю как. Ни хрена себе. Обратил город Моджи Пахит в православие. Ничего себе. И кто-то, естественно, предложил такое. Не могла Индонезия предложить. Это прошлым ходом кто-то предлагал, но Индонезии еще не было. Принято. Охренеть. И кто? Франция. И, ну, Колумбия, понятно. Интересно. Прям даже интересно, как Франция планирует... Должны не допустить перехода города Моджи Пахит в религию державы Васильев в течение 11 ходов. Осталось 9. Ну, он аж и так там преобладающий. Не понимаю. Почему написано 11 ходов, а длится 19? Они, видимо, должны в течение 19 ходов обратить его и потом в течение 11 ходов удерживать, чтобы он не вернул, не стал православным. Так, ну вот таксис работает. А почему плюс 10 не работает? А вот теперь заработал. Там еще тагму надо подвести. О! Блин, рыцари плюс 10 против мушкетеров имеют. Это, конечно, круто. Ничего не могу сказать. Прям такое тяжелое поражение. 21 на 34. Прям такое тяжелое. Так, ну что, сделаем здесь Апостола. Да, маленькое Игейское море. Так, а тут какие-то клетки добавятся. А, ну конечно, клетка горы должна добавиться, а не с камнем. Автоматически. Тут я, вот у меня в этой игре очень большие проблемы с деньгами. Просто вот это даже не так волнует проблема с наукой, потому что, ну, я бы не сказал, то есть вот кроме конченной, в хорошем смысле этого слова, Кореи, со своими этими компусами. Я со всеми остальными тут наравне. Культура у меня зашибись. Но с деньгами у меня такие проблемы. Просто. А, давайте я тут, наверное, лесопилку поставлю лучше. Так, ну мне, в общем-то, теперь уже веру не потратить на рабочих и поселенцев, поэтому можно за веру и мечети покупать. Сколько у Кореи вообще городов? Пять. То есть у Кореи пять городов. Ну, кончу отвалилось. Было шесть. Так, пять городов. У нее сто восемьдесят восемь науки. У меня с два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать городов. И у меня сотня науки. Что-то тут не так. Шесть городов до десяти. Шесть ходов до десяти. Не дамбу не хочу. Наверное, водяную мельницу построим. Промышленная зона готова. Мы сейчас тут так... Что тут так с производством фигово? Непонятно. Сейчас мне тут священные места грабят. Что города-государства хотят великого музыканта обратить? Ну, вот Кагуану надо обратить, конечно. Вильнюс, Кабул, Лавента. Это все союзники Колумбии. Кстати, вообще непонятно, где Колумбия находится. Она явно где-то за Кореями, такое ощущение. Ну, где именно? Наверное, вот тут где-то. Вообще, 862, во-первых. Во-вторых, это время Лионера. Сейчас мне придут лицо бить, мне кажется. Гитарами причем. Прям гитарой будут в лицо бить. Не, это какая-то... Надо посмотреть еще по сделкам. Но то, что сейчас Франция предложила, это вообще неинтересно. Убился, шкетер. Так, ну, мне, несомненно, надо за тяжелую кавалерию голосовать. И плюс 100% в кампусе. Давайте, наверное, в тяжелую кавальерию... Кавальерию... Волью голосов побольше. Но мне кажется, это не пройдет как раз. Прошло. Отлично. И как... Все прошло, все, что я голоса. Отлично. Так, во-первых, я могу мушкетеров уже делать. Размена это денег нету. Но могу. Так, давайте поссорим. Тагма. Да, плюс 5 от резолюции есть. Город осажден. Корейцы пытаются его забрать обратно. Я думаю, что мы его отобьем. Мне что-то кажется, что мы смогем. Я верю в нас. Так, через два хода мы сможем... Политический райончик бахнуть в Херсонесе. Так. Сейчас я вам буду... Ваши наглые католические морды... Объяснять за православие. Или правительство сначала... Да, вот участник дискуссии. Вот это надо взять. Тогда вообще ваншот будет этих ребят. Плюс три удовольствия. Я просто думаю, может этой колесницей сбегать за рабочим. Кстати, интересно, что вот этот кризис религиозной агрессии не означает войны. И никто... А где... А какой вот результат? Если выполнят, то каждый участник получает реликвию. И получается у них не получится. То я получу... Влияние религии цели на ближайшие города резко усиливается. Я получаю 200 единиц мирового влияния. Я думаю, у них не получится. Я не знаю, как они... Я не представляю, как они могут Маджапахит вообще обратить. Тут только индонезийская какая-то религия есть и все. Которая не может вообще влиять. Потому что я просто... Ну... Носителя индуизма больше нету в игре. Что я даже не представляю, как они тут смогут это организовать. Франция вообще тупо далеко, чтобы Маджапахит обратить. Колумбийск, конечно, может приплыть вот здесь. Но у меня, собственно, с ним и война. Для этого я сейчас смогу его религиозные юниты мочить в сортире. Так. Откуда у нас тут что бегает? Из Константинополя, из Бадунга, из Тернатия, из Антиохии бегает. Я бы из Трапезунда и из Одессы бы отправил. Даже скорее из Одессы, потому что там вообще с производством какая-то беда. Блин, в игре 12 цивилизаций. Хорошо, одну я убил. 11. Еще 6 цивилизаций где-то. Чтобы я к 93-му ходу встретил всего четверых. Ну, хорошо, пятерых с Индонезии. Пятерых. Это очень-очень странно. Карта большая слишком, да. Карта слишком большая. А сколько стоит еще Апостола? 230. Что-то опять очень много миссионеров французских приехало. В общем, мне это не нравится. Так, оружейная завершена. Давайте астрономию. Так, а апнуть в арбалеты сколько стоит? 125. Надо ставить карточку на апгрейд. Мне нужно в арбалеты апать. Мне нужно в мушкетеров апать. А потом еще и катапульты в бомбарды. Три мастерских. А сколько у меня вообще индустриальных зон? Вот в Антиохии, да, есть. Вот в Никее я строю мастерскую и все. Две. Акведук. А надо ли тут акведук? Вообще-то, вот здесь будет очень крутая промышленная зона. Поэтому надо сюда акведук. Но до акведука нам нужен строитель. Наши святилища грабят. Наши храмы грабят. И кто? Варвары? Как император Византии может это вот, это допускать? Алексис, Алексис. Они так, эти боберемы так обстреливают тагму, что она сразу восстанавливается. Так. Рационализм. Свободный рынок. Либерализм. Так. Я хотел, во-первых, у меня культуры 120. Я хотел, во-первых, поставить скидка в золоте на все улучшения юнитов. И хотел посмотреть на соседство кампусов, если я поставлю вместо плюс одно производство. 116. Правда, вот минус 6 стало сразу. То есть мне содержание юнита все-таки очень сильно очень дорого обходится. Но мне нужен один арбалет еще. Примерно минус 8. Охренеть, конечно. У меня очень много юнитов. Просто очень много юнитов. Тут один ход подождем. Тут, по-моему, дорого будет даже купить 95. Блин. Что мне с деньгами это делать? корейцы корейцы обложили кен-джу, но атаковать ее не хотят. Ну, вообще еще 8 ходов пока он отвалится. Это как-то долго. Могли бы что-нибудь и сделать. Да, кстати, даже против города с защитой 68, на самом деле 71 тагма, который рыцарь работает. Но все равно я считаю, что тагма прям не самый крутой уникальный юнит, потому что получается он только имеет плюс 4, если рядом еще есть тагма, ну или другими юнитами плюс 4 дает, а открывается он реально долго. То есть по сравнению с тем, как можно в рыцаря выйти быстро, в стремя. Вот рыцарь обычно в стремени. В тагму, извините, это аж в монархию надо идти. Тем более это еще и культуру требует. Это долговато реально. И получить просто плюс 4? Хм. Так. One shot. Плюс 250 православие минус 250 католицизм. одного апостола возьмем. Да, вот это плюс 20, конечно, и там у того колумбийского тоже это было это очень мощно. Хотя я вообще не помню, чтобы я тут занимался когда-то этими религиозными баталиями при игре против компьютера. Блин, художественный или археологический? Ну, не так прям много очков художника идет. А археолога я скоро смогу открыть. И археолога не очень скоро. Давайте, наверное, все-таки с художественного начнем. Так, а в Кагуане вот это плюс 2 от каждого художественного именно. Да, наверное, художественный. Я не могу ремонтировать, потому что Юнь тут стоит. Если кто не понимает. Ну, то есть я вообще не скоро в археологов выйду, а художника я еще могу есть. Есть шанс, что я его набью каким-то образом. Так, в Херсонесе давайте мастерскую доделаем. А, какие третья мастерская. Один ход, пять ходов, восемь ходов. То есть мы ускорим индустриализацию. То есть мне надо прямые паруса открывать. уничтожить врага при помощи но это кстати тоже смогу. Давайте пока астрономию литье, потом мне надо явно мечника апнуть мушкетеров. У меня вот только проблемы с деньгами. Где мне найти деньги на все это? да, это вообще вопрос всей моей жизни и итог этой игры. Где мне на все это деньги найти? А откуда этот парень пришел? То есть тут где-то лагерь варваров должен быть, а там 50 монет в сундучках. Так, из Эдессы если на деньги пускать в Мехико, в Кенчу. А давайте мы в Кенчу наверное отправим. Это в принципе неплохо. А к нам если в Византии ну 4-2. Не, нормально, слушайте, в Кенчу. очень неплохо. 8 монет. Сейчас мы решили со всеми этим минусом сразу одним караваном. Блин, вот фиге они тут стоят. Отошел бы, я бы мог проатаковать. Но мне одним, если он один там стоит, это тяжеловато. Мне надо несколько тагмы расставить. Блин, где американец? Вообще никого нету. Вот еще проблема, у меня очень мало исследованной территории, очень мало найдено цивилизаций, а те, которые найдены, они меня не любят. вот вот эти кампуса на удивление хорошие у Индонезии оказались, я вообще удивлен, то есть то, что они в патче говорили, что они начнут нормальные кампуса ставить, вот так и есть, потому что я до этого когда играл, вот тут куча гор, там, знаете, можно плюс пять, это фигня, компьютер бахает на плюс ноль, типа еее, кампус вообще ноль, а здесь вот Индонезия нормальная кампуса расставила, и смотрите, я уже второй, из всех, кого я встретил, я второй по количеству науки вход, и первый по количеству культуры, ну это культура как бы я сам конечно сделал, культура это я сам, вообще я думаю, что даже и рационализм имеет смысл поставить, потому что у меня уже много, хотя как много один, один универ пока, но в принципе вот эти пять ходов универ, один ход универ, а вот еще два, два уже универа, да, наверное, стоит, рационализм будет бахнуть, давайте в национализм пойдем, так мы в корпуса пообъединяем, и рационализм поставим, что построили Петру, кто-то построил Петру, убился мечник обменяя, сколько веры дали, хрен знает, но он разграбит скорее всего шахты, он уже не может убить катапульты по силе, надо проатаковать, потому что раненый миссионер будет меньше религии разносить, так, сколько ходов, ну, это долго, шесть, семь, через восемь ходов только конжу вернется, я даже успею корпуса открыть еще, мы тут корпуса сделаем, эти прокачаны, так, что-то как-то у меня нету особо тагм не прокачанных, но, видимо, будем объединять тогда первого и второго уровня, даже не знаю, ну, в корпуса надо объединять, три хода до десятого, то есть когда можно будет еще район ставить, промышленные буду ставить вот здесь, давайте, наверное, дамбу начну строить потихоньку, шестнадцать ходов, но переключусь через три хода на промышленную мастерская готова, сейчас мы литье открываем, блин, минус семна, да что за херня-то, блин, куда у меня деньги так в минус уходят, не понимаю, давайте вот так ставить на деньги, все, не понимаю, минус шестнадцать золота в ход началось внезапно, а со мной ко мне как-то никто караваны не отправляет, Кагуана, Мехико и Гонконг, но мне это нифига не дает, сейчас мы вот этого варварца Драмоном, не, Драмон, кстати, на морских картах, зачем Византия хороша, что в принципе она и на морских, и на Пангеи у нее есть хорошие юниты, она нормально работает, то есть Драмон вообще офигительный, потому что Квадрирема только в ближайшие клетки стреляет, а Драмон одесна сила 25, а у Квадриремы тоже 25, ну сила одинаковая, но это приятно, то есть мне кажется, что двумя тремя Драмонами и одной соответственно галерой города в начальную эпоху захватываются только в путь мастерская тут верфь ну хотя три производства амбар тут давайте наверное амбар сначала потом строителя потом верфь причем строителя чтобы тут расчистить место и пока да на производство тяжелую колесницу в трапезунт возвращаем мне еще эту клетку выкупить надо я же в Херсонесе могу строить а денег нет нифига что выкупается эта клетка в Константинополе вот это а мне вот эту надо выкупить и в Херсонесе строить дипломатическую площадь да проблемка так ну мы отправим в Сеул что скорее лидер по науке а зачем идут строитель а вспомнил акведук хотел делать тут мы стоим прокачиваемся пока нас обстреливают тут я встану в Херсонес ну потому что я когда стою в городе это еще и плюс к вот это город отвалился тоже от кого-то по темному веку причем от какой-то цивилизации которую я не встретил еще прикольно то есть такой человек будто все компьютеры упали в темный век но мне это в следующем в следующем в следующей эпохе 40% городов если у меня их 11 проверим раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать у меня их то сорок процентов это пять или четыре города это будет попочка маленькая попочка приходит в византию и все города просто-таки не хотим ну как не все это примеры самые мелкие то есть видимо бадунг отвалится бима джамби и амасья я думаю вот у меня такое предположение вот эти бима джамби и бадунг я должен по идее очень быстро обратно вернуть а вот с амасьей проблемки будут блин шпион готов еще строителя наверное ничего не обработано как у меня вообще по счастью тут плюс два плюс три плюс два ну в принципе норм есть с кем поторговать у меня два какао а торговать не с кем в джамби университет да мне точно надо ставить карточку на рационализм акведук наверно только тут могу но вообще тоже надо потому что ну здесь промышленная площадь нормально будет соседство с центром с двумя районами с акведуком это будет на плюс четыре промышленная площадь акведук акведук тут нужен а так тут вообще нету боже как он на джамби как он на джамби поставил тут нету да тут даже нету пресной воды ну вот что мешало например вот нарис да нарис либо нарис либо сюда то есть явно на джамби ставила раньше чем бадунг очень странно так мы тут на один ход откладываем производство потому что я вырублю под акведук и во всех остальных что-то строится да 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 ну вот это конечно реальная империя я думаю что это прохождение будет подольше чем предыдущие просто потому что у меня очень дофига городов даже не помню в прошлые разы чтобы было так много городов так бомбарду открыли но апаться нету возможности так а получу ли я веру если убью карайз главное что я обращу города в свою просто интересно если я убиваю эту пушку нет значит все-таки это влияет только если вы убиваете юниты той цивилизации которые вот ну надо обращать видите вот сейчас не было обращения сиулы кюнджу в православие как там называется византия распространяет свою религию на ближайшие города когда побеждает вражеский юнит ну странное пояснение конечно то есть я считаю это правильно вот я атакую вот этот юнит конджу он не относится к корее было бы очень странно что я его атакую убиваю и религия распространяется но там же не написано о том вот в описании конечно же не написано так то есть в описании написано вы убиваете юнит религия распространяется на ближайшие города ну ладно так прокачаю пока апостола а этого направлю в сторону Франции а вот я тут других уже миссионеров не вижу но мне кажется явно Франция будет к нам еще посылать ребят что вот это что он вообще себе думает приперся как что он себе позволяет приперся блин на мою территорию тусит в моем промышленном районе так ладно ну это это ладно блин ну выглядит так что надо нападать на Корею но с нынешним ее уровнем развития шмаль ага тут значит майя у нас тоже в темный век свалилась нормально у меня даже так мы сейчас блин ну в принципе вот у меня ощущение что если я выйду в кирасиров смогу апнуть если у меня будут деньги и они будут корпусами то мне кажется я Корею смогу забрать так 2 1 2 1 2 сюда подойду постоим вот сидели он тут стоит они даже не атакуют этот кенжу нечестно я считаю блин не достреливает о шумер у нас еще есть отлично поторговать есть чем еще шумер еще сахарок по-моему мне сахарок от кого-то уже и так имею да американцы в маджи похитии да мы тут собирались акведучик маленький построить маленький акведучик большиньки и сразу давайте промышленную зону на плюс 4 будет между прочим стоим все еще обстрел и так я все представляю такого наездника на ну этой лошади он такой под градом стрел такой стоит такой принимает о приятно так стрелы в меня падают немножко странно конечно вот так стоять давайте давайте наверное отремонтирую священное место теме так 82 капает все равно хочу отремонтировать так один заряд наверное давайте тут шахту тогда здесь рынок готов на здесь торговцы построю и дальше я бы баллистику открыл видите а индустриализация блин ну я прямые просто могу ускорить если у меня будут деньги апнуть мечником блин как у меня минус 8 я не понимаю почему такой а вот это мне надо поменять да это у меня от юнитов конечно 55 просто 55 идет от юнитов да мне нужна карточка это а где еще меньше вот содержание это у меня в мобилизацию на но я три корпуса кстати сделаю две полевых пушки блин денег нету для полевых пушек собор святой софии да что там это так мол мучают и панамский канал национализм потеряют меньше я вот думаю стоит ли мне убрать с гарнизона вообще плюс плюс 3 довольство это серьезный плюс не ладно наверное не буду верну вот это содержание юнитов соседство кампуса оставляем блин да и торговые пути надо и культура надо хотел рационализм попробовать поставить но если я уберу плюс 2 золота это я считайте плюс 10 золота лишусь а мне это сейчас надо больше чем наука например 27 веры нормальненько нормальненько так давайте наверное пробовать использовать покупку да блин а где этот на плюс 20 поплыл куда-то высадиться не могу нафиг я сюда приплыл шахту сделаем так где я тут могу арену построить вот здесь я могу просто за веру купить арену и здравствуй так дальше объединились 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 ускорили мобилизацию и наверное мобилизацию пойдем ну блин мне две полевых пушки тоже хотелось бы сделать у меня есть один арбалет и второй арбалет тут больше шпионов да я могу еще больше шпионов блин почему у меня все клетки здесь кроме той которая мне нужна вообще вот здесь вот здесь вот эта клетка которая мне нужна наверное я все-таки взять рейну не взять наверное рейну в антиохию мне нужен политический район для херсонеса ладно мы можем еще два хода потерпеть я думаю сотка блин купить клетку сотка просто а через три хода надо добавиться к константинополю отлично как раз два хода да зашибись это меня устраивает а вавилон шумеры с кем-нибудь воюет он вообще только встретил четверых корею америку и боливара дальнобойных атак встану и от дальнобойных атак прокачаюсь а шумеры кстати в золотой век вышли мне надо как-то майя встретить от которых это ушмаль отвалилась ушмаль рынок готов торговца блин тут растение куда может амбар сначала давайте этот амбар лучше построю торговца в каком-то другом городе три хода из бадунга по-моему бегает вообще-то да константинополь мне кажется надо либо из маджи пахито строить точнее не либо из маджи пахито только из маджи пахито причем давайте сейчас это сделаем потому что это большой город у него много жителей не знаю конечно у меня к Индонезии претензия что я его тут поставил мне кажется лучше было бы здесь где-то на берегу ставить ну вот серьезно у вас цивилизация которая получает бонус от того что у вас город на побережье если кто не помнит Индонезия получает веру ставя город на побережье почему компьютер этого не понимает почему как это вообще можно было так его программировать плюс две веры для центра города за соседство с клетками побережья или озера то есть вот тут он получает плюс два веры тут не получает и все города Индонезии не на побережье находятся и даже не рядом с озером вот озеро никто рядом с озером не поставил город то есть компьютер не знает о бонусах своей цивилизации это же бред полный ну как как так вообще то есть Индонезия вообще ни компанги свои не построила ну сейчас их конечно и не будет когда я их захватил но их и не было когда я захватывал город не было компангов города не на побережье не рядом с озером стоят бред и мне чувак какой-то написал в комментах где я целое видео делал про искусственный интеллект в шестой циве и что в кредицах там только один разработчик искусственного интеллекта и мне чувак пишет там написано что это лид дизайнер AI типа мол он глава подразделения искусственного интеллекта там еще под ним еще куча людей вы верите что вот эту херню написал написало несколько людей блин если ты написал несколько людей то я конечно просто в охрене от их способностей нет слов просто нет слов это качество я даже не знаю с чем это сравнить честно говоря когда цивилизация не понимает своих способностей и не объяснили не забудем через два хода в трапезунде поменять нет пока не торгуем ничем поменять производство на коммерческий район на производственный район нужна нужна ли этому городу пища мне кажется нет так слонятину обрабатываем православие православие в эдессе еще блин один апостол а у этого есть прокачка на да опять участник дискуссии да что ты будешь делать что у него почему у колумбии так ладно я хочу этого апостола приговорить к сожжению можно мне это устроить таксис плюс 6 плюс 4 тагма и плюс 5 а почему крестовый поход а ну это у этого а вот тут крестовый поход есть 81 блин ну работает все еще крестовый поход как ни странно работает ничего не могу сказать то есть я сейчас рыцарями по идее против юнитов следующего даже через одну эпоху скорее нормально работаю ну ладно блин слушайте я могу этого торговца получить на самом деле если проведу проекты давайте наверное в константинополе проект где-то у меня тут еще был в тернате давайте проект ну 5 ходов долго 5 ходов это долго так в трапезунде что 6 да господи что так долго то херсонеси нету блин в никее надо гавань но тут еще не хватает жителей в амасье 8 да че так долго блин вообще у меня производство жопа вообще с производством жопенцы равнина леса что вообще бадунг обрабатывает у бадунга на самом деле проблема с едой надо конжу захватывать и бадунгу отдавать этих овец блин в тернате было бы очень круто чеченицу построить я наверное уже где-то построил я ее открыл вообще да чеченицу кто-то построил к сожалению да блин что тут одни скалы какие-то о мне лавенту надо союзить во-первых ну гигантский гол кстати фигня полная но веру будет блин симона боливара с другой с другой стороны конечно дофига послов так мы мы наверное приговорим этого я не могу сжечь еретика ребят я не могу сжечь еретика но это это не честно я хотел сжечь еретика вот это реально обидно когда не дают еретиков сжигать я вот понимаю теперь средневековую инквизицию они только вот знаете готовились там приходит приказ нет нельзя они такие слушайте ну Херсонес это же точно Херсон он там не прямо в Херсоне находится но Херсонес где-то как раз недалеко от Одессы вот давайте мы Херсонес будем считать Одессой как раз так идите нафиг что вы за мной ходите я вас не звал идите нафиг в Бадунге блин в Бадунге вот реально ничего нельзя строить кроме ну 8 ходов шпион что все как давайте хотя бы исследовательские гранты что ли ну вот нафига мне строители великие ученые фигня полная ну шпион 8 ходов ладно строителя ну 8 ходов но это очень долго просто мы строителя 3 хода и он хоть что-то пообрабатывает в других городах скифи осудил на достойное действие коря а что тут где-то есть скифи окей еще у нас есть скифи боже еще капер есть но они вообще ничего не могут сделать этому ты тагми на территории от торговых путей 4 золота кстати может быть это и стоит поставить точнее это не стоит поставить это надо поставить содержание юнитов убираем давайте первый посол нам надо лавенту лавенту пересоюзить одна культура заказ специальный район плюс 25 да плюс 23 вот у нас уже вера возвращается а я могу нету у меня повода нормального против кореи хочется кореи войну объявить на самом деле они дают конжу захватить я считаю это нечестно минус здесь еще четыре хода у меня есть для того чтобы конжу захватить интересно а вот почему против военного лагеря не работает крестовый поход он же на территории конжу типа как конечно вы посмотрите как вот как она смогла военный район построить почему эта клетка относится к конжу с какого хрена то есть в какой-то момент я так понимаю что вот эту клетку просто конжу передала Сеулу видимо только так это могло быть так что я бегу мне ага вот к этому юниту корпус сделать так дайте глянем что мы тут можем за веру купить миссионер апостол гуру мечеть а это отремонтировать надо я просто смотрю нельзя ли вот арена арену я завсегда куплю ну и все пока давайте тогда мечеть еще купим вот здесь а здесь давайте ремонтировать священное место но после инвестиций в центр коммерции 11 8 11 53 64 ну по идее за два хода наверное я все таки получу этого парня блин я его мог наверное купить за веру на короче на следующем ход смотрите просто игрушка ну 4 довольства это очень хорошая штука никогда не пропускайте их это дополнительное счастье для городов это действительно мощно то есть у вас города ограничены ростом либо довольствием либо жильем а довольство еще и в процентах дает дополнительное развитие вот видите у меня сейчас плюс 5 процентов это именно от довольства что плюс 3 конечно больше жилье требуется скорее чем довольство так из терната все у меня терната и так уже бегает из эдессы в кенджу бегает а из антиохии тоже бегает но из антиохии можно в корейский город какой-нибудь отправить города государственные какие не хотят так во-первых я в лавенту еще хотел первого посла лавента союзник о филадельфию видим блин вот смотрите у кореи у кореи вот эти вот все где расселилась корея вот эта вся территория и она лидирует по науке при этом 200 там правда шумер уже покруче но по количеству технологий все равно корея 45 39 на 6 технологий второго места опережает то есть я до второго места ближе чем она но эта корея вообще просто я не знаю почему банит корею вот он пожалуйста компьютер играет например так но я хочу вот из какого города я бы хотел и куда десяточка из Одессы в Мехико 1 10 1 красиво красиво а в корею 2 213 из антиохии ну вот я так и думал что из антиохии да из антиохии самое крутое будет давайте поэтому в антиохию перекинем пока постоим посмотрим ну отъеду что он меня тут обстреливает обидно обидненько надо ловить чтобы он когда он высадится мне кажется ну драмон ради очков построен конечно в некотором смысле бессмысленен вообще что в антиохии вообще обрабатывается этот и там тоже обрабатывается сначала тут шахту построим больше производства получить тут стоим под градом стрел из маджи похита в кагуану на золото уже кагуана под да сизмом ну давайте наверное блин или все-таки в Гонконг и все-таки больше производства хочется получать давайте еще подумаем по поводу дороги вот эта дорога тоже неплохая но правда тут извернется вулкан и вся эта дорога поломается в Мехико хорошо если в Мехико если я этот караван отправлю в Мехико ну эта дорога она уже есть дорога просто уже есть о кстати трапезун то десяточка стало и мы строим промышленную зону так я думаю что вот это можно пока все удалять давайте в Гонконг что-то больше нравится почему-то блин моджа похит очень неплохо может вырасти даже больше константиновая почему так жилья тут так много интересно из-за этого большого бассейна что ли да плюс три жилья да понятно ну что ж расти расти большой торговец в тернате шпион долго чудеса долго давайте наверное рабочего тут я меркантилизм уже открыл то есть можно в принципе ставить лесопилки вот тут везде вокруг херсонес мастерская библиотеку ни одного кстати пока научного города ну прямо скажем я наверное только даже четверть карты не открыл наверное где-то одну пятую карты библиотеку бима ну тоже наверное строителя тут надо развивать захваченные территории и вот как раз первая лесопилка жалко что чечницу не дали построить но тут особо выбирать не приходится а вон и граница майя ну на этом я серию закончу спасибо что смотрите долгое прямо скажу долгое это прохождение но оно и совершенно по-другому конечно идет чем обычно совершенно по-другому тут все играется вышли в промышленную эру и продолжение будет уже завтра для спонсоров прямо сейчас в вкладке сообщества спасибо что поддерживаете играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока